Когда я готовила эту презентацию, я смотрела на неё именно с точки зрения инструментария. Что конкретно мы можем делать, как журналисты, с помощью социальных медиа. Очень много говорится о том, то есть я буду пропускать кое-что, чтобы сэкономить время, очень много говорится о том, о конфликте социальных медиа и традиционных медиа. Мне очень нравится такой подход, что всё-таки СМИ мы готовим и распространяем информацию. Социальные сети — это всё, что связано с эмоциями, всё, что связано с субъективным каким-то подходом, всё, что связано с неформатными, нетрадиционными подходами к работе с информацией. В общем, это различие как-то помогает упорядочить понимание, для чего нам юзать социальные сети. Презентацию вы потом посмотрите, видео. Да, вот просто цифры. Вот такое дикое количество сайтов было в феврале 2013 года зарегистрировано. Речь идёт о том, что количество информации, которая сейчас существует, мы просто с ней не справляемся. И социальные сети помогли этой информации увеличиться на порядок. И вот мы, как журналисты, можем использовать снова такие социальные сети для того, чтобы канализировать и упорядочивать эту информацию и доносить её аудитория. Понятно, мы говорили просто ещё немного о цифрах. На сегодняшний день 1,1 миллиарда пользователей Фейсбука уже не больше, чем просто один. И говорят, что 600 миллионов людей, которые пользуются Твиттером, но вот около 150 активных пользователей. Вот, что, значит, делают сейчас? В общем, зачем нам вот эти все там соцсети как журналистам? Да, вот было проведено исследование в Америке, да, вот, например, через Фейсбук или Твиттер 37% американских интернет-пользователей каким-то образом создают новость. У нас эта цифра может быть поменьше, но то, что пользователи всё активнее, да, как бы вмешиваются в создание новостей, для нас это хороший ресурс. То есть комментарии новостных статей, да, там 25%, ссылки, это, значит, они расшаривают вас, продвигают ваш бренд, если вы пишете хорошие статьи. 17% помечают контент, 11%, ну, и создают свои или высказывают своё мнение, там, около 9%. Это тоже для журналиста очень серьёзный такой ресурс для получения той информации, которую он не всегда может получить стандартными методами, потому что очень часто мы ограничены в получении информации, в том числе и, ну, потому что мы работаем по закону, закон, он и даёт свободу, но при этом и ограничивает, и мы должны с этим считаться, иначе мы не будем профессионалами. Снова-таки, вот, ВКонтакте каждый день около чуть больше 9 миллионов человек украинцев, пятая часть, да, всего трафика с всех стран, то есть ВКонтакте тоже стоит рассматривать, как, ну, я, ну, и судя по им презентациям, которые вот мы слушали, его и рассматривают как серьёзный такой информационный ресурс, это круто. Значит, что даёт журналистам социальные сети? Что мы, как журналисты, можем делать с помощью социальных сетей, да, это различные исследования, понятно, публикации, это распространение контента, это финансирование своих проектов, это сотрудничество в первую очередь, ну, как бы с аудиторией и с партнёрами, да, какие-то партнёрские связи. Это обратная связь, и снова-таки в первую очередь аудитории, и это разные обсуждения, которые могут привести к рождению новых информационных поводов, которые снова же, когда круг замыкается, снова порождает, там, новые тексты, да, новая аудитория, там, новые проблемы, новые тексты и так далее. Значит, по, ну, если по, ну, подетальнее, то есть, да, мы, мы благодаря социальным сетям можем мониторить, ну, мониторить информационные потоки, мы можем поддерживать связи. Скажу по своему опыту, что, ну, я уже перешла к тому, что некоторые интервью я беру через Facebook, потому что я, допустим, не могу физически достучаться до людей, да, ну, доехать до них, он там, там, а я, так, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак, поэтому спасибо Facebook, мы встречаемся, да. Получение информации. Очень много комментариев, там, через Facebook, через ВКонтакт, снова-таки по своему опыту. С одной стороны, да, когда ты пишешь, и этот комментарий, допустим, ты просишь у человека на проблемную статью, один вариант, что когда ты спрашиваешь живьём, у тебя есть больше возможностей увидеть, и там, по невербалике, по там, то есть он не подготовится к ответу, да, как бы это хорошо. Но с другой стороны, прося его там о продуманном, по сути, уже комментарии через тот же Facebook, ты получаешь ответ, который для тебя же есть гарантии в то же время, что он завтра не откажется от этого комментария, потому что у тебя уже это всё есть. Это возможность для проверки фактов и получения подробностей, да, так называемый пользовательский контент, да. Кто слышал о матрице контента, да, это когда мы интегрируем в одну матрицу новости news, views, use, да, и, ну, уникальный контент, агрегированный пользовательский, да, вот пользовательский контент всё больше занимает, как бы, своё место в наших материалах, потому что иначе уже начинаем проигрывать. Поиск контактов и подробностей. Ну вот, снова-таки, некоторые, я курирую два молодёжных ресурса, это интернет-сайт и интернет-радио, и снова-таки, вот, наши молодые журналисты, они приучены уже искать подробности, и они их находят именно через социальные сети. Даже достаточно кликнуть, вот, клич, там, запостить на страничке, там, нам надо это, и не бывает такого, чтобы, ну, не откликнулись, да, то есть если раньше опросы они ходили делать, ну, как мы ходили делать, да, с диктофоном, выходим и, там, скажите своё имя, нет, не скажем, то есть и так далее, да, то сейчас опрос делается, я к этому тоже привыкала, перестраивалась, как газетчик профессиональный, я перестраивалась к этим новым правилам, да, то есть они мне через 20 минут приносят опрос, и говорю, вы мне врёте, маленькие журналистишки, они говорят, нет, да, то есть социальные сети дают возможность делать хорошие опросы, если речь идёт, ну, понятно, о конкретной, да, там, аудитории, сфокусированной, там, и, то есть, таргетированной. Контент из контента, да, обобщение, то есть, ну, это, наверное, то, чем я занимаюсь больше на телекритике, да, когда создаётся из контента, ну, новый контент, да, допустим, ты анализируешь некие тренды, да, и обязательно пользуешься, в том числе и социальными сетями, потому что там ключевые фигуры. Обзоры блогов, твиттеров, фейсбуков, текстовые трансляции, твит-репортажи. Сейчас это не очень, вот, насколько я знаю, в регионах ещё не очень так вот активно, и у нас, ну, твиттер тоже такой ещё, как бы, в Украине не the best, но всё, всё больше это занимает свою нишу. И создание новых продуктов. Дальше. Кроме того, да, социальные сети — это мгновенное распространение. Просто, ну, скажу честно, я вчера сидела там на конференции, вот, Европейской Федерации журналистов, да, и все новости, ну, я их не собирала по разным там каналам, то есть на Фейсбуке я узнала и про Азарова, и про то, что теперь об этом думают, да, то есть мгновенно, да, ты получаешь информацию здесь и сейчас, там, даже без компьютера пользуясь телефоном. Миллионы потенциальных гражданских журналистов. Для вас это возможность, для нас, для журналистов, это возможность их использовать как ресурс для наших публикаций, а не задавать себе вопрос, о боже, как же нам теперь спастись от них, потому что что не лицо, то оно журналист, да. То есть, ну, просто должны уметь, как более профессиональные, как бы, люди в плане профессии журналистской, да, использовать их как информационный ресурс. Прямая связь с ньюсмейкерами, очевидцами, понятно. Возможность найти фото, видео и новости, недоступные для журналиста, эксклюзивные подробности прямо в социальной сети, да, специальный контент. Так, что, ну, тут очень много, на самом деле, перечислений, я вам их оставлю, потому что, вот, вот, я хотела бы остановиться, остановиться на нескольких вопросах. Вот вопрос о том, какие новости, как нам проверять валидность наших новостей, да. Вот социальная сеть — это отличный, как бы, чекин для нас именно по проверке качества наших новостей. То есть обратная связь может оказаться действительно более эффективной, чем, там, наше представление о том, какую новость мы написали, да, потому что, вот, снова-таки, так как я работаю сейчас с очень молодыми журналистами, и мы, вот, постим материалы, да, у нас есть там страницы, понятно, там, и на Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Твиттере, то по обратной связи для них это отличный опыт для этих молодых ребят, они получают замечания по всем ошибкам и оплошностям, которые они совершают. И для них это лучше, чем, там, им будут рассказывать, там, я как преподаватель или как редактор, да, то есть это дополнительный такой аргумент становиться более профессиональным. Хомяка пропускаем, посмотрите. Так, вот, что одна, ну, вот для меня одна из самых главных возможностей, да, социальных сетей как инструмент, это то, что, когда я не могу сделать, не могу получить, я лично какой-то контент, да, именно социальные сети мне помогают это сделать. YouTube — это мой лучший друг, ну, я скажу честно, то есть Facebook и YouTube, у каждого свои, там, приму, да, какие-то привилегии, там, взгляд, какая социальная сеть является, там, лучшим. Мне для работы, там, для моего формата, там, для моей аналитики, да, YouTube является просто уникальным ресурсом, там, пользовательский контент здесь, ну, он просто иногда вот гениален, потому что пока мой журналист куда-то доедет, да, я уже завантажила с YouTube, и все хорошо. Какие еще две такие новые возможности, да, которые дают соцсети, и которым стоит пользоваться журналистом? Это так называемый краудфандинг, да, это народное финансирование, когда вы, когда финансируются ваши проекты, ну, через сетевой сбор денег, есть вот снова такие уже данные, пользователи каких сетей, как, как вот реагируют, ну, на такого рода просьбы, есть, может, вы вот посмотрите, есть такой сайт Snop.ru, да, там, вот, вы можете поддержать, допустим, статью, да, кликнув, вы прочитали статью, она вам понравилась, вы кликаете поддержать, вы можете от, там, копейки до, там, не знаю, тысячи долларов, да, отправить, пожалуйста, есть такой формат. Есть ресурсы, которые именно занимаются краудфандингом профессионально, да, например, организовывается конкурс проектов, журналистских проектов, и объявляется, что, ну, вот, на этот проект, допустим, нужно 10 тысяч долларов, вот, вот, если, ну, понятно, что все эти деньги, это не вот эти коробки с «помогите детям», с которыми ходят по улицам, да, то есть еще все-таки здесь пока не настолько развита, да, там, тема, как кого бы, как поручил Ржевский, как бы, вот, поэтому есть такие ресурсы, где ты можешь выставить свой проект и именно собрать достаточное количество денег, допустим, для вашего стартапа. Это работает, и люди дают на это деньги, потому что, снова-таки, в качественной журналистике нуждаются, и это никуда не уходит. Есть, то есть возможность, там, поддерживать отдельные, снова-таки, там, материалы, да, то есть все, как это делается, на самом деле есть очень много подсказок, уже, там, каких-то целевых публикаций, если вы хотите этим заниматься, это можно делать, это новая, новая возможность, которая, вот, просто в Украине только, вот, ну, в зародыше, но она развивается. И вторая тема — это краудсорсинг, да, гениальный был в свое время проект Guardians, когда они решили полностью проанализировать парламентские расходы всех парламентариев, которые там были при власти, и они столкнулись с тем, что объем информации просто нереальный, просто, ну, там, гигабайты, терабайты этой информации, и они привлекли людей, аудиторию к аналитике этих материалов. И это выросло в итоге в такой отдельный, огромный проект Guardians, люди, аудитория там выросла на порядок при этом у издания, люди анализировали по, ну, утвержденной матрице эти документы, и постепенно, да, там, вот, из этого вышел, вот, есть сайт Guardians, и есть отдельные, ну, приложения, которые, где вы можете посмотреть, как там обстоят дела, сколько там документов уже, ну, как бы, проанализировано, да, какие результаты, какие нарушения выявлены. То есть, краудсорсинг — это такая возможность, когда вы просто обращаетесь к людям для того, чтобы они помогли вам обработать большие массивы данных, да, то есть сейчас кто, ну, наверняка вы знаете о такой новом тренде, да, это журналистика данных, которая используется, ну, больше в, пока в контексте журналистских расследований, ну, вот, журналистика данных и краудсорсинг — это что-то вот такие рядом стоящие штуки, и вот социальные сети здесь очень полезны, потому что продвигать там, ну, хотя бы анонсировать и продвигать эту идею стоит через них. И еще я собрала просто вам несколько инструментов социальных медиа для журналистов, то есть это уже, получается, программы, ну, инструменты для инструментов соцмедиа, да, например, вот StoryFive о нем говорили, здесь активные ссылки, вы сразу попадете там на сайты, да, что вот он позволяет делать? Он позволяет упаковывать ссылки на разноформатный контент, то есть он как бы абсорбирует ту информацию, которая вам нужна из всех социальных, как бы, сетей, с Фейсбуком, вот, правда, проблемы, ну, вот на Фейсбуке единственное, нет отдельного какой-то инструмента, который позволяет мониторить информацию, и пока еще как бы не, ну, вот он не создан конкретно, но вот эта программа помогает собирать вам те данные, которые нужны с большого количества социальных мрэш, StoryFull Multisearch, то же самое, ну, то есть это просто другой, как бы, инструмент, вот на этом, наверное, все, дальше, и просто, кто уже посмотрит презентацию, я добавила исследование, вот, как мы ведем себя в сети, было опрошено 600 финских журналистов в прошлом году, вот, и как мы ведем себя именно в социальных сетях, там есть некие, как бы, показатели, это скорее вам для себя, чтобы определиться все-таки на какой вы стороне. Все, спасибо вам большое, что вы потерпели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok